Не ждите меня на работе Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый полуше На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все на туре Обычно Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов Ну и также у нас сегодня будут еще Небольшие сюрпризы Вы о них обязательно узнаете Но прежде чем мы полноценно начнем Говорить о передаче Хотелось бы Немножко так Извиниться за предыдущий Ляп, который я Допустил в предыдущей передаче Когда назвал Вестсайд 2 Командой 2 дивизиона Команда Александра Нестерова Конечно же Это не так Я прошу прощения За такую оговорку И конечно Я думаю, что в ближайших Передачах мы обязательно Пригласим Кого-то из представителей Вестсайда 2 И пообщаемся С ним о его команде Которая идет Во втором дивизионе В лидерах Поэтому мы будем Внимательно следить За этой командой И вообще за дивизионом В целом Но начнем мы Наверное с какого дивизиона? Наверное с премьер-лиги Все-таки С самого высшего дивизиона И начнем с команды Которая лидирует После 4 сыгранных туров А именно с команды Титан Действительно Титан прет По-титановски Наверное По-другому Назвать Это очень сложно Было Две игры Игра с Москвой 3-1 победа Также Как и чуть позже Мы посмотрим Видео И Лучшего матча Который Мы с тобой выбирали Центрального Так скажем В четвертом туре Титана Магистраль Ну вот Москва С кем-то я из коллег Общался То ли с тобой То ли может быть С Максимом Киселевым Хотя Ну не с этим И пришли к мнению Что Москва должна была Цеплять очки У Титана В этой встрече А это вообще Какой-то парадокс Москва Я думаю Что ни для кого не секрет Все со мной согласятся И Максим Киселев В том числе Что Москва Показывает очень хороший Качественный футбол Очень интересный Для команды Приятно смотреть Приятно смотреть На матч Даже когда и Игоря Звездина Нет на поле Как мы это выяснили В предыдущем туре Но при этом При хорошей игре У команды Совершенно отсутствует результат Вот как С этим мириться Непонятно Да и Это Такой вопрос Наверное Для любого болельщика Что важнее Результат Или то Как его любимая команда Играет Ну согласен Москва В этом сезоне Пока парадоксально Хотя вот Во втором тайме Команда преобразилась И смотрелась Ничуть не лучше И даже гол забило Игорь Звездин Сократил оставание До минимума Но вот К сожалению Не хватило силеночек Ну и Титан все-таки Сделал то Что должен был Он Добыл Так скажем Можно ли Дим Как думаешь Сказать слово Дежурную победу Ну По этому матчу Наверное Нет Нельзя Так сказать Что это Дежурная победа Москва Сопротивлялась Москва Имела Свои возможности Да и В общем-то И как в матче С магистрали При счете 4-0 Все равно Нельзя сказать Что это Какая-то Дежурная Очередная Или регулярная Победа Да Это Регулярные Три очка В копилку Титана Нет Было тяжело Была борьба Абсолютно Обоюдоострая И Какие-то там Моменты Повернулись В другую сторону По-другому Сложился счет И уже Вполне вероятно И судьба матча Решилась Если бы Москва Была Чуть По Скажем Порасточительнее В атаке Действовал Чуть-чуть Более Понимающе Вот этот Навал бы у него Получился То вполне возможно Они бы не пропустили На контратаке Сумели бы сравнять счет И зацепить Очки Хотя наверное Одержать первую победу Все-таки В этом матче Было очень и очень Сложно Но Тем не менее Плохой результат При хорошей игре Ну Наверное Только Сами Сами футболисты Москвы И руководство Ответит Нравится ли им Так Или нет Ну Играть И еще Добывать результат Это всегда Очень сложно Ну Красиво играть И Также Собственно В таком же манере Добывать результат Ну Это Не всем Это придет Я думаю Я думаю В Москве Все получится Игорь Звездин Явно знает К чему он идет К чему он ведет команду Поэтому здесь Нужно подождать Немножко И рано или поздно Вот это качество Качество футбола Оно должно перейти В показатели В турнирной таблице С тобой согласен И у нас Второй матч Который тоже плавно Перетекает Центральный Четвертого тура Два форварда Сборной России Встречались Друг с другом Эрик Корчагин И Алексей Медведев Ну и здесь Здесь разгорелась Гонка Бомардиров В первую очередь Да Эрик Корчагин И Алексей Медведев Имели по пять Забитых мячей И как вы видите Еще Из счета Да 4-0 Титан выиграл Отличиться Имел возможность Только Алексей Медведев Чем он в общем-то И Воспользовался Уже в первом тайме Титан Создал для себя Комфортное преимущество Вновь На старте сезона В великолепной форме Находится Алексей Медведев Который Даже Вытеснил Из состава Владислава Викулина Который Вроде бы Все матчи Начинал в старте Да И в два форварда Но вот На этом матче Викулину Место в втором составе Не нашлось Но Медведев Играет Играет Но это скорее Артем Кузин Вытеснил Викулина Из состава Потому что именно Владислав Вместе с Медведевым Составляли дуэт Нападений Ну Очередная победа Титаны Уверена На самом деле Вот От матча С магистралью Я ожидал От подопечных Дениса Бегунца Гораздо большего Уши Я не знаю Почему И еще Одна все-таки Поправочка Подопечных Александра Кудряшова Хорошо От команды Дениса Бегунца И от подопечных Александра Кудряшова Дим Здесь ты правильно Меня поправляешь Но ты знаешь Пока вот Магистраль Помнишь Как мы хвалили В конце Прошлого сезона Как она играла Как она Обыгрывала Лидеров Один за одним И им казалось Что вот Этот сезон Когда На пике Формы должны быть Футболисты Когда они должны Чувствовать Азарт И желание И Как раз Уже с первого тура Доказать свое Состоятельность Но пока Этого не получается Что-то у магистрали Не сходится Где-то Пазл не складывается И здесь Ну Титан Очень Так Мощно Действительно Прошелся Я даже Вот не знаю Кому сейчас Отдать больше Должна Титану Да Что он так Здорово сыграл Или все-таки Магистраль Пока Не набрала Вот таких Кондиций Которые были Опять же В прошлом году Здесь Для меня пока Это загадка В прошлом туре Магистраль прорвало 9 забитых мячей За один матч Состоялось Но Вот Где-то Где-то Удается забить Много А где-то Вообще Не удается Забить Здесь Магистрали Где-то Не повезло Наверное Ну И здорово Титан Сыграл все 60 минут В одном темпе Совершенно Не разжимал Свою хватку Дима Подытоживая Тему Титана И вот Их игр Как ты думаешь В этом сезоне Будет Титан И все остальные Сложный вопрос Но скорее всего Не будет такого Конечно Потому что Есть еще ФКСП Есть Мега Титан Да Они сейчас Находятся На совершенно Неприличных местах Для себя Но Это старт сезона Все подтянутся Все выровняются И потом Никто не отменял Каких-то спадов У Титана Это все Вполне вероятно И Большинство клубов Западной премьер-лиги Проходят через Какие-то Вот промежутки Когда не удается Набирать Нужные очки И давать Какой-то результат Вот Состояние Прокуратуры И Мега Титана Пока меня Немножечко Беспокоит Но будем Смотреть дальше Может быть Действительно Это пыль в глаза И команда Наберут Шикарнейший ход К матчам К осенним матчам Линии чемпионов И вот Чемпионатам Давайте Обратимся К послематчевому интервью Дмитрий Бушуев Поделился Своими мыслями О матче с Магистралью Ну конечно Магистраль Хорошая команда Готовились Как все Как и к другим Командам Хотели выиграть Вы все видели Была очень запредельная Самодача Старались выиграть Забили голы А они нет Все по делу Я думаю Момент с штрафным Мы до конца не поняли Подставил ли там Ногу Алексей Медведев Тебе наверное С поля было Лучше видно Бил штрафной Лушников Дима И по-моему Зацепил игрок Магистрали Не Медведь Просто идет же Гонка бомондиров Об этом тоже Пару слов Поговорили перед матчем Засчитаем что Медведь забил Какие эмоции Сейчас после победы Вот эта серия Из трех Из четырех Побед Соответственно Как она Влияет на команду Нет ли какой-то эйфории И Ну соответственно Что сейчас вообще В команде творится Никакой эйфории нету Мы готовимся К каждому матчу Мы выходим Только побеждать Никаких других мыслей Вообще нет Ну и последний вопрос Про болельщиков Насколько это помогает На самом деле Очень сильно помогает Ну даже я по себе Прямо наши мурашки Хочется играть Биться Ну заводят они Очень сильно Спасибо большое им Еще одна из лидирующих команд Это Центральный дом недвижимости Или сокращенно ЦДН Также Отметились Двумя Матчами За минувшие Уикенды Наверное Начнем мы По хронологии Тем более Что была Прямая трансляция Этого Центрального Поединка Между Мега Титаном И ЦДН Ну Довелось мне Этот матч Комментировать И Ты знаешь Для меня фаворитом Все равно был В этом матче Мега Титан И я давал Некоторые преимущества Я Этой команде Почему Да потому что Все таки ЦДН Пока На мой взгляд Еще сыроват Пока Много новичков И Вот Как Я говорил Да Вот такое Пермаментное Изменение Идут У ЦДН Постоянно Постоянно Что-то меняется Постоянно Кто-то Уходит Приходит Смена вратарей Семерок И Ты знаешь Голова у меня Бывает Кругом идет И Пока На мой взгляд ЦДН Играет За счет Чего За счет Просто Высоклассных Футболистов Вот пока Какой-то сыгранности Какой-то Синхронного Футбола Я не наблюдаю Которая должна быть У того же Мегатитана Да у Мегатитана Пока Не все складывается Но Здесь все-таки Здесь точные Болеусиления Новички Я больше чем уверен Что Команда Сыграется И мы увидим Стиль Мегатитана Мы знаем Прекрасно Как он играет Да у ЦДН Пока Я такого Не могу сказать Хотя Опять же Матч Говорит о том Что Даже в таком Станине ЦДН Может Бороться На равных С одним Из флагманов Любительского Футбола Ну все-таки Какая-никакая Мне кажется Тактика У ЦДН Есть Что-что-то Они ищут Все-таки На поле Что-то Безусловно Во всяком случае Используют Какие-то Резкие Такие Быстрые Края Причем Приключаются Не только Полузащитники Но и защитники Тот же Романов Сколько Наколотил Уже То есть Есть Какая-то Определенная Схема игры Модель В которой Правда Не обойтись Без ключевых Игроков Тот же самый Зураб Анти И Виктор Воробьев Опоздал Или просто Не попал Стартовый состав И его не хватало На поле Так же не хватает Из Ура-Банти Как только Они появятся На поле Вдвоем Вместе Я думаю Что мы увидим И тот Нужный Самый рисунок Команды После первого Тайма ЦДН Проиграл 2-3 И хотя По идее Должен был Уходить Проигрывая В два Меча Но Киба За каким-то Сумасшедшим Ударом Скратил Отставание До Минимума И мне кажется Это сыграло Ключевую роль В матче И после перерыва ЦДН Сумел сравнять Но вот Игра Туда-сюда Такие качели Были Она все-таки Наверное Закономерно Здесь уже И Мегатитан Занервничал Все-таки Когда ты ведешь В два мяча То есть 3-1 был Счет Это одно дело Но когда уже Соперник сравнял Тем более Что впереди Еще целый тайм Играть Здесь уже Нужно смотреть И на свои ворота Как-то Оглядываться Что-то придумывать И в том числе В нападение Но оглядываясь Назад Поэтому Наверное Логично И закономерно Что во втором тайме Пока Проблемы Мегатитана Я вижу Из игровых Каких-то моментов Это вот Стандартное положение Вот Пожар На При стандартных положениях Пока у ворот Лихонина Стандартное положение И пожар Да Возможно Потому что Несколько игроков Барса Перешло Включая Того Сергея Лихонина В Мегатитан А у Барса Всегда были проблемы Именно Стандартные положения Ауты Угловые Вот это где-то Штрафной Внимательнее сыграть Вот здесь Немножко не хватало Всегда концентрации А как тебе вообще Играя Сергея Лихонина В Мегатитане Ну Ты знаешь Мне кажется Немножечко кофты Ему жмет Ему очень пошире Одеть Вот Но в целом Пока Лихонин показывает Свой Высокий уровень Но чего-то Такого невероятного Да В его исполнении Мы пока не видели То есть Но мне кажется Спокойствие Он в любом случае Мегатитану Добавил Ну Посмотрим Посмотрим Я думаю Что здесь Очень важно Главному тренеру Александру Голевцу Определиться С первым номером Да Не тасовать В случае Где-то там Если Хонин Не дай бог Что-то пропустит Да Там В ночи Не увидит Мяч летящий Все-таки Не менять его Да А именно Придерживаться Строгой линии Вот как Было В чемпионский год С Никитой Алексеевым Как было С Павлом Гуреевым Да Когда воротари Спокойно Мы выполняли свою работу И придраться К ним было сложно Но мы так Поговорили Много о Мегатитане Который пока Не блещет ЦДН Набрало Три Одно Один балл Соответственно Осталось довольным Командой результатом И Играл Матч с Альянсом И Как казалось Все не так Опять Просто Как казалось бы Потому что Альянс Миш Но прежде чем Мы перейдем Ко второму матчу ЦДН Нужно все-таки Послушать После матчевого интервью Что о футболисту И принимавший участие В этой встрече Какие эмоции Какие мысли Их посетили После уже Финального свистка Смотрим Ну Втягиваемся Новое видение У нас У тренера Поэтому Сейчас просто Ищем свою игру И думаю Сегодня Вы посмотрите Как мы преобразились Мигаи Титан сегодня Фаворит В этой встрече Думаю Что Да В последних В двух матчах В первых Тренер не очень Жаловал тебя Игровым временем Почему Собственно Как у тебя Какой у тебя Личный настрой Ну у меня Боевой настрой Тренер пока смотрит На каждого игрока Кто что может Поэтому Думаю В ближайшее время Все изменится Спасибо Удачи Чуть расслабились Где-то Как раздали слабину И команда Собственно Воспользовалась Забора Напрягала Ну там уже Ребята собрались Показали Как умеем играть И сравняли счет Ну чуть-чуть Не повезло Не дожали Где-то Где-то Никто Не повезло Где-то И они хорошо Сыграли Завис такой результат Ну я считаю Что ничья Тоже достойный результат Такого матча Ну тем не менее ЦДН действовал С позиции силы Как показалось Хотели на победу Наверное сыграть Да все равно Конечно У нас каждый матч на победу Мы всегда стараемся Выиграть И это я думаю Каждая команда Должна стараться Выиграть Но ничего Никогда не хочется играть Самое главное Победа Первое место Сегодня отсутствовал Зурва Пантин Но тем не менее Вы Нападающие И Вам удалось Забить гол И Лашик и Шакашвили Удалось забить гол Ощущается Потеря лидера Или Удается его Заменить Ощущается Человек очень хороший Как игрок Человек Он играет Очень хорошо Забивает Тоже он помог бы Я думаю Был бы он Мы еще и выиграли бы Был бы где-то Съезжих Стоит других нападающих Где-то мы его подменили Где-то он нас подменяет Не хватало Конечно Не хватало Надеюсь Скоро выздорове И будет помогать Нам выигрывать Надар Открой секрет Задача Все-таки Медали Или за чемпионство Поборетесь За чемпионство Конечно Чтобы бороться Медали Зачем Кому Второе Третье Место Никому Не надо Надо сюда Первое Место И бороться За победу Все И вновь Как и в матче С Мегатитаном ЦДН В матче с Альянсом Проигрывает Первый тайм Проигрывает С отсчетом 0-1 И этот гол Был забит В пенальти Причем На этот раз Альянс Не стал выпускать Какого-то специального Пенальтиста Штатного Под исполнение Исполнение Этого стандарта А Совершенно спокойно Федор Зинченко Подошел Взял мяч И Перевизовал Десятиметровый Ну вообще Интересный Альянс В этом сезоне Это бывший мяч Я напомню Команда Сменила свое название В прошлом году В футбольном клубе мяч Федор Зинченко Был главным тренером Сейчас он Переместился На полевую позицию Видимо На столь команды Западной премьеры лиги Что хочется Все-таки еще поиграть А не наблюдать Этой стороны Плюс Главный тренер Алексей Вусков Альянса Бывший главный тренер Танаскан Тренер в прошлом году На этой игре Отсутствовал Ну и Что меня еще поразило Третье Это Слабая скамейка Альянса Если Так и будет продолжаться Дальше То на весь сезон Может просто не хватить Хотя Тот состав Который играл У Альянса Он вполне себе Пригодный Для футбола Там есть вполне себе Интересные футболисты Которые Могут давать результат И соответственно Добиваться положительно Но на длинной дистанции С одной Двумя заменами Практически Нереально Кстати Дим Ты в предыдущем О предыдущем матче Когда говорил С ДН Мега Титан Что Воробьев Начал скамейки запасных Эту встречу Он тоже начал Я как раз про эту встречу И говорил То что он начал С скамейки запасных И его не хватало Такой вот Мой взгляд На это Что касается ЦДН и Альянса Если ЦДН пропускает В первом тайме И вообще проигрывает Допустим В первых таймах Если брать В расчет Два последних тура То Альянс Хорошо Начинает все матчи На самом деле Даже не Сразу поймешь Что эта команда Только-только вышла В премьер-лигу Такое ощущение Что здесь уже давно играет Скорости совершенно Запредельные Демонстрирует И с соперниками С конкурентами Играет абсолютно на равных Но потом что-то случается Абсолютно непонятно Команда Допустим Вот если брать Этот матч Забила Понятно Села в обороне Но Игры как таковой У Альянса не было Это был футбол В разрушении Разрушить не удалось Удалось пропустить А выносы на Федора Зинченко Ну они Конечно Они прекрасные И Федор Прекрасные нападающие Но они не работали Просто-напросто Я с тобой полностью согласен И к твоим словам Я присоединяюсь Я думаю Что я скажу Правильные вещи Правильные вещи Это опыт Всего лишь опыт Который у Альянса И у футболистов Выступление Здесь на Западе На таком уровне Его просто-напросто нету И я думаю Что с каждым матчем Команда будет Немножко где-то прибавлять В каких-то компонентах Плюс грамотный тренер Он должен подсказать Который Увидит Да Какие-то проблемы И я думаю Что Альянс Будет потихонечку Так Набирать Свои очки Свою И искать Нащупывать Свою игру Кстати ЦДН Во втором тайме Умил количество моментов И мог забивать И больше трех мячей Но Вот В этот день Футбольный блок Бог только на Три мяча Наиграл Хотя Опять же Повторюсь Там Столько моментов Было Там Забивай Не хочу Но 3-1 Как говорится Не пахнет Да И Три очка Никуда не дес Потом Никто не вспомнит Что там 5-1 Или 3-1 Условно Обыграл ЦДН Набрал В принципе По очкам Неплохой уход Но Теперь От хорошего Дим Плохого Предлагаю Перейти Но По крайней мере Для себя Я отметил Кто Меня удивляет Пока что В этом сезоне Со знаком Минус Это Как ты думаешь Угадаешь ли ты Кегли Нет Хотя Давай Обмолвимся Действительно 4 поражения Подряд С кеглями Такого не было На моей памяти Западной Премьер лиги Не было А это уже Больше 12 лет И Здесь Что-то Необразимое Творится Хотя Опять же Я вот Тоже Хочу Добавить Каплю Дегтя В эту Бочку Дегтя Потому Что Соперники У кегли Это Их Конкуренты Это Те команды С которыми Они могут Бороться И Скорее Всего С многим Из них Будут бороться Весной За выживание И Их Нужно Обыгрывать В любом Случа Можно Неудачно Провести Матчи С Мега Титаном Титаном ЦДН КПРФ Или еще С кем Но Вот Эти Встречи Нужно Было Вырывать На Зубах На Костях Как угодно Как кегли Это Умеют Да Чего-то Не хватает Не знаю С чего Может быть Захара Рябакобаленко Который Ушел На Восток Может быть Дмитрий Воробьев Который Уехал На ПМЖ Вообще В Германию Но У кеглей Не Клеится Вообще Никак 4 поражения А Западным Легиона Вообще В компенсированное Время Спинаки При том Что кегли Вели 2-0 Мне Очень Обидно За кегли Я надеюсь Что они Выпровед Своё Положение И все-таки Переместятся Своё Стабильное Положение В серединку Турнирной Таблицы Но Надим Я говорил Не об этой команде Есть еще Какие варианты Как ты думаешь Которые Удивляются Знаку Минус Которые Команда Которая Претендовала На самые Высокие места Которые Позиционируют Тебя Как один Из Лидеров Который Является Понятно К чему Ты Клонишь Это Скорее Всего Команда Ильи Савченко Команда КПР Все верно Ты знаешь Я посмотрел Турнирную Таблицу На досуге Буквально Может быть В понедельник Когда Смотрел На Западную Премьер Лигу И для себя Просто Фантастическим Образом Увидел Что У КПР Уже Три поражения Три Целых Три И для меня Это Было Действительно Удивление Я Почему-то Я Не ожидал Что У КПР Три поражения Будет Никто Наверное Этого Не ожидал Наверное И в конце Прослого Сезона Скажи Илье Савченко Что Вы Начнете Следующий Чемпионат С трех Поражений И это Никто Быв В это Не поверил Но Такие Реалии Что У КПР Сменился Состав Довольно Такие Сильные Да Есть Конечно Наверное Костяк Который Остался Но В любом Случае Команде Нужно Время На то Чтобы Сыграться На то Чтобы Как-то Начать Давать Результат Но С другой Стороны С другой Стороны Почему Команда Пропускает Пропускает Первое Пропускает Практически В каждом Матче Ну Давай И под Видео Собственно Матчи Мы будем И Говорить Да Почему Команда Пропускает И Зачем Как говорится Первый Град С Техносил Поражение 3-2 Здесь Вновь Три Пропущенных Меча Вроде бы Вновь Два Пропущенных Меча КПРФ На Первых Минутах Начинать Матч С 2-0 Это очень Тяжело Нужно Пока Ты придешь С себя Пока Раскачаешься У КПРФ Есть характер Есть набор Исполнителей Они В состоянии Это сделать Они это сделали В том же Матч из Техносилы Счет был 2-2 Но На это Вопрос Энергозатратности Сколько нужно было Потратить на это Усилий Чтобы сравнять Счет Дим Как думаешь Нет ли Звездной болезни У футболистов КПРФ Абсолютно Точно Думаю Что Победа В штатке Запада Вроде как Вроде бы Игра идет Вроде бы И прокуратуру Обыграли В первом туре Волевую победу Нет Ну вот Ты знаешь Что Обиднее всего Прокуратуре В этот момент Потому что КПРФ Их обыграл Но А всем остальным Проиграли И Они Просто Представители ФКСП Они не понимают Зачем тогда Нас нам было Обыгрывать Мы сейчас В общем-то Хотим бороться За чемпионство Вновь Отстаивать Да Действительно Ну вот Вроде бы После первого тура Да Мы обозначили Что КПРФ Один из претендентов Усилившимися Игроками Атлантиса Но к сожалению Все не так Гладко Как оказывается Поражение В концовке От техносилы И соответственно Нечто подобное Произошло В матче с Вейером В матче с Вейером Уже Илья Савченко Вернулся На позицию Я не знаю как Тренера Наверное Да Уже Ну на тренерскую скаминку Если наблюдал он С трибуны То сейчас уже Он руководил С командой Ближе к команде Стал Ты знаешь И перед игрой Я поделюсь Своим Ощущением Он сказал Что команда Играет Не в тот Футбол В который Я хочу Видеть И ты знаешь Когда я Думал о КПРФ Анализировал Тоже То у меня были Примерно такие же мысли Что КПРФ Вновь куда-то Катится не туда Вроде бы Нащупали Какой-то баланс Да Но вот этот баланс Он не вооруженным взглядом Он не виден был На самом деле То есть Нужно было Несколько матчей Посмотреть КПРФ Чтобы понять Какая игра у команды Как команда действует В тех или иных ситуациях И сейчас Наверное Нужно какое-то время Чтобы понять Но Нет результата И Даже наверное Не в рисунке команды Дело А в том Что КПРФ пропускает Много пропускает И пропускать первый Вот с этим нужно Что-то делать Возможно Убрать Как ты говоришь Звездность Эту Уже попроще Попробовать сыграть От обороны Где-то И Подловить соперника На контратаках Но в любом случае Сейчас нужно Сейчас игра Не нужна На старте сезона По большому счету Сейчас нужен результат Ну Команда наберет Наберет По ходу чемпионата И к зиме Уже обязательно Будет и игра И так далее Но сейчас Нужно давать результат Сейчас тяжело всем Все начинают После отдыха Все извините меня Тяжелые Так что Нужно набирать Как-то вот На морально волевых очки Как это делает Тот же самый Веер Как это делает Западный легион Почему нет Ну и в этой встрече Все-таки отдадим Также должное Вееру Сложнейшая победа Две Два дня Команда играет Первый Против портера Команда Програла С счетом 3-6 В этом Видно Что в втором тайме Команда Подсела Но при этом Все-таки Сумела Забить И сумела Вырвать И набрать Для себя Столь важные Очки Ну интересно Будет наблюдать И за Веером И за КПРФ Что будет дальше Вот только Хотелось бы Отметить Что Веера Обыграл КПРФ Но перед этим Днем ранее Проиграл Портеру И проиграл С таким Довольно-таки Внушительным счетом 5-2 То есть Что случилось С командой За один день Совершенно непонятно Но Мы видели Мне кажется Что все-таки Немножко другой Веер Который способен Обыграть Одного из лидеров Чемпионата Да 5-2 Я почему-то 6-3 Оговорился Ну может быть Наверное В каких-то следующих Играх Верси 6-3 Но это так К слову Действительно И После матча Меня удивило Что Николай Погребняк Я так понимаю Что брат Правильно Павла Погребняка Надеюсь Вот Сказал В послематчевом Интервью Своем О том Что С Портером Это было сложнее Играть Чем С КПРФ Но меня это Немножко удивило Но это На вооружение Илья Савченко Где-то Почему-то Даже Верси говорит о том Что с Портером Сложнее Но это Портер радует Портер радует Никаких вопросов Ручная такая Появляется команда Да, очень много Спартанцев И поэтому Нам, наверное, нет Нужны налаживать Какие-то взаимосвязи Но в любом случае Вот такая Тренерская команда Если что Забили Сели Все Безукоризненно Исполняется Конечно Портеру Большой респект Ну Портер Лично я Выскажу Своё мнение В следующей передаче Еще два тура Пройдет У меня сейчас Есть одно мнение Как раз Два тура Пройдет Может быть Изменится мнение Может быть Нет Я вот Звучу Что у меня Сейчас вертится В голове Но Портер Пока Действительно Высоко Здесь, конечно Нужно посмотреть И на календарь Портера Здесь нет никаких Лидеров Но при этом Опять же Нужно набирать Эти очки Именно Вот эти баллы Весной Окажутся решающими Давайте обратимся К турнирной таблице Западной премьер-лиги Здесь пока С стопроцентным Результатом У нас Две команды Это Титан И Портер Но Портер Пока не входит В медали Так как сыграл На одну игру Меньше Вера Начинает Своё восхождение По турнирной таблице В середине Очень интересно С 7 По 11 Места Застряли Такие Достаточно Большие Команды Гранды Наши Но я думаю Что это дело Времени Ну и Внизу Турнирной таблицы Если к Ковчеву Мы уже Так привыкли Что команды Волцайдер То кегли Пока что Для нас Немножко так Режут Глазом В целом Такая у нас Получается Турнирная таблица Обратимся К списку Бомбардиров Здесь Как мы уже Говорили В очном Противостоянии Пока По первенству Держит Алексей Медведев На его счету 6 забитых Мечей Но Эрик Арчагин Не отстает Всего на 1 гол У него меньше Ну и также Конечно Целая группа Преследователей Есть у двух Фаворитов Здесь конечно Тоже будет Очень жаркий Баталий Но Это уже Ближе к Чемпионату Ближе к Концу Чемпионата Ну вот О премьер Лиге Западной Мы поговорили Так То что Как у нас Был материал Естественно Мы с вами Друзья Поделились Ну а теперь Мы поговорим О первом дивизионе Западной Премьер Лиги Поговорим Мы о нем С Максимом Киселевым И для вас Дорогие друзья Мы подготовили Кое-что Интересное Ко мне В студию Присоединился Как это сейчас Говорится Народный Комментатор Любительской Футбольной Лиги Максим Киселев Максим Приветствую тебя Добрый вечер Миш Добрый вечер Дорогие друзья Спасибо большое Что меня пригласили Ну мы с Михаилом Попробуем После премьер Лиги Осветить события Первого дивизиона Там все тоже Довольно Интересно Вообще Когда смотрю На турнирную таблицу Первого дивизиона Максим У меня Все время хочется Увидеть Поменьше команд 18-16 Многие говорят Что от этого Возрастает Конкуренция Интерес Да У нас 20 команд В первом дивизионе Как думаешь Немноговато Лично твое мнение Ну ты знаешь Много команд Много матчей Интересных Каких-то Самобытных команд Поединков Сейчас Матч ТВ Начал транслировать Английский чемпионшип Скоро у нас Леонид Слуцкий Возглавляет Хал А там Насколько я помню Вообще 24 команды И ты знаешь Смотрятся эти игры Очень здорово Я думаю Что 20 команд Это нормальная Такая цифра Для первой лиги Ну кстати Вот отрасляет Трансакция Ты сказал Я бы Продолжил Командам Первой дивизион Почаще Приобретать То скажем Трансляции Права Да И потом Мы бы Крутили бы Их Здесь На нашей Передаче Ну это так Собственно к слову Максим За два тура Четыре тура прошло Два мы обсудили В прошлой передаче Третья и четвертая В нынешнем Что-то для тебя Запомнил И что-то интересное Для себя отметил Ты знаешь Отметил Да И с положительной точки зрения Некоторые команды Мог бы выделить И конечно Кое-какие Команды расстраивают В плане результата Несмотря на то Что всего Три-четыре игры Сыграли команды Ну Потихонечку Начинает что-то Вырисовываться И конечно Что-то можно и отметить Ну вот В частности Конечно Надо наверное Отметить Лидерство Успенского Три команды Сыграла Три матча Все три выиграла Но Меня просто Поражает разница Забитых и пропущенных Мечей Это 31-3 Мне кажется Что это Серьезная заявка На победу На успех На общий успех В этом турнире В матче Суден-2 За который ты выступаешь Или вообще В турнире Ну Суден-2 Не выступаю Являюсь представителем Ну Представителем Да Ну Конечно Будет трудно С Успенским Но Как ты можешь вспомнить По прошлому сезону Очки-то мы поделили В первом круге Команда Суден-2 Сыграла в ничью С Успенским Три-три А во втором круге Когда Успенская Уже разогналась И просто Как танк перла Проиграли всего лишь Один-два Думаю Что и в этом сезоне Успенскому Твоему В котором выступаешь Ты Просто не будет Ну Успенская первая Максим Ты сказал О моей команде Я скажу О твоей Да С ДН-2 Который Снимает третью позицию Также Пока идет Без поражений Вот собственно Как делите С Кашкашвили Место Тренерское Правильно? Ну В начале сезона Даже Правильно Будет сказать Во втором круге Еще прошлого сезона Было принято Решение О том Что Георгий Будет Главным тренером Команды А я больше Выполняю Такие административные Функции Ребят Собираю На игры На тренировки Делаю заявки От заявки Ну и конечно же Консультативную помощь Так скажем Оказываю Коль уж скоро С 98 года В первой лиге Варюсь Ну да Это срок ОВО Это Вот-вот Недавно Остел Так начало Развиваться Максим У тебя старший Очень приличный Ну и Давай пожелаем Друг другу Выхода В премьер-лигу Коль хотят Наши руководители С тобой Ну а между Нашими командами Расположился Еще совсем Недавний Представитель Западной Премьер-лиги Это футбольный клуб Альбион Который Вполне возможно Будет претендовать Как раз На повторное Повышение В классе В прошлом году Альбион Я напомню Вылетел В этом году Идет пока что В лидер Как тебе Выступление Альбиона Да Абсолютно Согласен Видел матчи Альбиона Которые Проводили Футболисты Под руководством Ивана Ершова И был приятно Удивлен Игрой команды Ну Понятно Что и в премьер-лигу Не просто так попал Этот коллектив Там что-то не получилось Что-то не удалось Часто бывает так Что команда Покидая премьер-лигу Потом И сваливается еще ниже Или какие-то трудности Трудности возникают Но В данном Случае Я вижу обратную картину Альбион Хорош Обыгрывает Сильных оппонентов Вот и могу Отметить победу Над коммунаром Со счетом 4-2 Коммунара Очень хорошая команда Которая Также борется За выход В премьер-лигу Ну Меня приятно удивляет Игра Альбиона И стопроцентный результат Три игры Три победы Думаю Что они будут Это заявка Согласите Это достаточно весомая заявка Ты знаешь По сравнению С прошлым сезоном Мы об этом уже говорили И не раз Что наверное Общий уровень Первого дивизиона Да Он немножко все-таки Стал чуть ниже Согласен Я соглашусь С этим Мы знаем Что Опять с грустью Вспоминаем Что с ней В премьер-лиге Такие топ-команды Как барсы Как Атлантис И Вместо них Хорошие команды Из первого дивизиона Поднялись Пример-лигу Западный Легион Да И Техносила Но Смотри Опять же Западный Легион Немножко представляет Сейчас Немножко совсем другой клуб Нежели был в первом дивизионе Усилились Зачем Из фкс Из фкс Кстати говоря Плюс Техносила Усилилась Сенниковым И Булкиным Я не думаю Что эти Футболисты Звездные футболисты Еще бразильским Форвардом Интересным Между прочим Который пока не впечатляет Не факт Что они играли бы В техносилие Поэтому Немножечко сейчас Эти команды Представляют В премьер-лиге Немножко другой облик Нежели были В премьер-лиге Но в первую очередь Я наверное Говорю о конкуренции Но посмотрим Как будет дальше Потому что В прошлом году Был Титан Был Меч Было Успенская И был Реал И тот же Интерос Который мы сейчас Товутск Арсенал К примеру Балтика Те команды Которые могли В принципе Зацепиться С каким-то Из лидеров За какие-то очки Сейчас Пока Такого Я не вижу Уровня Кто мог бы Составить Конкуренцию Определенным лидерам На мой взгляд Хотя Все может Измениться Кстати Об Интеросе Команда Снялась Это такой Очень крепкий Сердняк Первой риги Да Действительно Интерос Очень крепкая Команда И она давно Выступает В первом дивизионе Ну Пять лет Уж точно Они играют Под разными названиями Но Тем не менее Там В пять лет Этот коллектив В первой лиге Держался Вроде бы Как в этом году Они сомневались Участвовать или не Участвовать И вот Сейчас Последний момент В последнем туре Мы увидели Что все-таки Они вместо Зебры Вместо команды Зебра Зашли И первый же Свой матч Выиграли У команды Новая Москва 2-1 То есть Интерос Будет С нами Продолжать Участвовать В первой дивизионной Здорово Молодцы Я помню Эту команду Очень такая Бойцовская Неуступчивая Вот Интерос Мне Честно говоря Импонировал Всегда По первому дивизиону Свез с неба Команды не хватает Но идет Сюда В серединочке Уверенно Со всеми Командами Борется Здесь Без Вопросов Что еще Интересного Можно Выделить Ну Наверное Со знаком Минус Это все-таки Балкика Которая Одержала Три поражения Подряд С общим Счетом Три Забиты Пятнадцатая Пропущена То есть Минус двенадцать Да Общая Статистика Ну как-то На Балтику Это не похоже Немножко Вот это Коробит На тебя тоже В общем Все-таки Балтику Ты знаешь Сколько лет Да Старт Действительно Получился Наверное Сверхнеудачным Несмотря на то Что всего лишь Три игры Сыграла Команда Один матч В запасе Но Три поражения С разницей Три пятнадцать Конечно же Это немножко Удручает И Поэтому Вот мне Как ветерану Что ли ЛФЛ Запада Очень грустно Видеть И Кеглева То, что вы отмечали В самом Низу турнирной таблицы Так и Балтику На дне Но ты знаешь Очень опытная команда Которая прошла Просто огонь в воду Медные трубы Была многократным Чемпионом Западной премьер-лиги Ну не лыком Они шиты Думаю Что Балтика Вылезет Не только С последнего места Но и поднимется В середину Турнира таблицы Как минимум Балтика Это уже команда Александра Нестерова И вот Желаю я Александру Который всегда Очень ответственно Относился К своей команде По скорейшего взлета В турнирной таблице И не вылететь Из первой дивизии Кстати Максим Ты знаешь Про Зебру Ты сказал Интерос Предыдущую тему Затрагивая Что вошел Интерос Есть информация Такой инсайт Что Роману Широкову Настолько понравилось Играть В футболе 8 на 8 Что он сейчас Ищет Так скажем Спонсоров Которые Моглибо Восстановить Так скажем Команду Атлантис Команду Атлантис Но у Широкова Есть одно Но Чтобы В этой команде Играли те футболисты Которые играли в Атлантисе Очень интересная информация Вот Мы сватали Долго Роман Широкова Ходили слухи Что он может перейти в КПРФ Как его коллеги Ну это может быть Но Я просто к чему Да Говорю Сейчас мест не было На запад В западной премьер-лиге И вернуться нереально Но Хоть слухи Что на север Вроде как хочешь Но вот И я вспомнил Сразу о первом дивизионе О зебре Что снимается Вот бы здорово было бы Если бы Атлантик Завелся бы В первой дивизион Играл бы таким составом И в следующем году Скорее всего мы бы увидели бы Экзапные премьер-лиге Но круто же было бы Думаю Думаю Что сразу же появился бы Новый фаворит В первом дивизионе Запада Но полагаю Что Любой представитель И вообще любой футболист Первого дивизиона Мечтал бы о том Чтобы команда Атлантик В этот турнир зашла Да Ну и Максим Давай наверное отметим Самый драматичный матч Вот Последних выходных В первом дивизионе Это матч Городок Дюпель 13 Городок 17 Вот такие Немножечко созвучные названия Здесь Казалось бы Дюпель Вел Со счетом 3-0 Безоговорочно Переигрывая В Дюпеле играют Эти футболисты Как Максим Донский Как Вячеслав Илюхин По прозвищу Пожарник Да И много еще Квалифицированных футболистов Шикарный состав 3-0 Ну и все Казалось бы Да Игра сделана И вот Дюпель уже Где-то Практически В приза Находится Но и Городок Створил мини-сенсацию И Сделал невероятное Практически Повторил Финал Лиги чемпиона 2006 Милан Ливерпуль Да Действительно Отыграли 3 мяча У такой команды Как Дюпель 13 Которая Наверное Тоже Хочет Попасть в Премьер Лигу Ну Действительно Надо похвалить Команду Городок 17 Еще в прошлом Дивизионе Они В прошлом году Они выступали Во втором Дивизионе Я думаю Что Как и Дюпель 13 Собственно говоря Но Думаю Что Дюпель Был фаворитом В этой встрече Поэтому Городку Можно в актив Это очко записать В первом тайме Дюпель был Точно фаворитом И доказывал На поле Но Футбол такая игра Тем она интересна Что не став Фаворит побеждает Даже при счете 3-0 Но тем интереснее Был этот матч И вообще Если будут такие результаты То чемпионат Будет Первый дивизион Еще смочнее И еще интереснее Но к чему я веду В эти выходные Встречается Как раз Дюпель 13 С Успенской И в группе Вконтакте Да У нас Голосование За матч Тура И большинство Людей Выбало Именно его Согласен Что это Центральный матч Тура Да Думаю Что Дюпель Несмотря на Вот эту вот Потерю Двух очков В матче С городком Будет все равно Где-то вот Или рядом с четверкой Или в четверке Я напомню Что у нас С этого года Две команды Напрямую Выходят в западную Премьер-лигу А третьи и четвертые Места будут играть Таковые матчи То я думаю Что где-то Дюпель 13 Будет Тоже фаворитом Первого дивизиона Ну и Успенская Мы уже отметили Что команда Столько мячей забивает Даже вот удивительно В футбол они играют Может быть в гандбол Или там В какой-то другой Или в баскетбол Даже Тридцать один мяч За три игры Это говорит о многом Думаю Что это конечно же Матч Туры И согласен С большинством Проголосовавших Именно за этот матч Ну будем ждать Этот матч Он состоится В воскресенье В 12 часов дня И мы наверное Тоже с тобой Выделяем Именно его У нас Друзья Есть еще Одна Такая Небольшая новость Да Мы также следим Затем что происходит В соцсетях И мы вот Отметим Для себя Вот что Конкурс прогнозистов Там тоже все У нас очень интересно Да Максим Мы перед Передачей Перед эфиром Мы совещались Думали Что и как И покажем Мы вам друзья Первую пятерку Прогнозистов Мы будем О ней говорить Мы будем Следить за ее Результатами И конечно же Не только Первый дивизион Но постараемся И второй А и Б Тоже мы будем Показывать Кто лидирует И в конце года Мы От нашей Телевизионной Бригады От ЛФЛ Победителю Подарим Интересный Приятный приз Который Ему очень понравится Поэтому Друзья Играйте В эти Букмекерские Ставки В ЛФЛ И чем больше Будет Людей Тем больше Будет Интереса И мы будем Обязательно За этим Следить Максим Что Кто у нас Там Собственно В лидерах Давай Быстрее Расскажем Ну я С твоего позволения Скажу Критерии По которым У нас Участники Набирают Баллы Ну они В принципе Такие Общепринятые Одно Очко Дается За угаданный Исход Два Очка За угаданную Разницу И три Очка Если Происходит Такая Ситуация Что человек Угадывает Сам счет После Четвертого Тура У нас Даже Не пятерка А шестерка Фаворитов Поскольку Четвертое Пятое Шестое Места Имеют Пока что Одинаковое Количество Очков Ну Начнем С вершины Первое место На сегодняшний день Занимает Роман Саркисян Из команды Успенская Ты хорошо Знаешь его Я ни при чем Честно скажу Ты не Роман сам Угадывает Ты не являешься Его советником По прогнозу Сам Роман Набрал У нас 30 очков И он лидирует Всего лишь на 1 очко Он опережает Вадима Сахарова Очень интересно Что этот футболист Является игроком Команды Экспресс Которая выступает На Востоке Вот как Следят у нас За Западной Премьер-лиги Бывшие футболисты Несмотря на то Что перешли В другую лигу Ну здорово Тем интереснее Да В прошлом году Выступал Вадим За команду Крылатская У нас на Западе Сейчас он Переехал на Восток С своей новой командой Но продолжает Как видишь Следить И угадывать Результаты 29 очков Вадим Сахар Второе место Третью позицию Занимает Александр Челышков Из команды Виктория И которая В первом дивизионе Выступает И соответственно Вот как я сказал Три следующих места Делят у нас Три человека Это Руслан Шигапов Футболист Новую Москву И он же Судья Олимпийской Футбольной лиги Ну здесь так все понятно Собственно говоря Здесь можно самому Ставить на результат Да Здесь Такое Ну у нас Как это Не запрещается Да Мы пока что Регламент Такого не приняли Поэтому Судьи у нас Являются С участниками Ну думаю Думаю Что там все Чисто и прозрачно Да В общем-то Хорошо получается Пока у него тоже У него 27 баллов И столько же Имеют Михаил Бармоткин Михаил Алексеевич Точнее Бармоткин Это человек На Западе Очень известный Отец Двух Футболистов Алексей Евгений Бармоткин Который Кстати Играет За Дюктеля Вот Тоже интересно Будет все у нас В эти выходные Тоже такая Интрижечка Получается Да И они в премьер-лиге Выступали Вот За Каид Играли И сейчас Они выступают Два брата За Дюктель 13 А отец Хорошо угадывает Результаты Но думаю Что результаты Дюктель 13 Ему еще легче Отгадывать Ну и Соответственно У нас на шестом месте Здесь не фамилия Имя А здесь у нас Ник Джонатан Ливингстон Персонаж Повести Ричарда Баха Человека по имени Джонатан Ливингстон Ну посмотрим Может быть Этот человек Как раз таки И выиграет Битву прогнозистов Вот хотел сказать Как раз Возможно Самый загадочный Из этой шестерки И как раз Где-то на финише Или После уже Несколько тех туров Он опередит всех И будет На первом месте Мы будем Внимательно следить За гонкой Прогнозистов И раскроет И раскроет Себя Поскольку пока что На данный момент Он у нас Инкогнито Конечно Пусть все будет Интрига у нас Сохраняться Большого интервью Дмитрия Иршова С гостем Как мы и обещали В нашей студии Появляются гости Это Денис Кравченко Руководитель Организатор И еще и футболист Футбольного клуба Томек Денис, я правильно Тебя представил? Да, да, все правильно Все Все вот эти регалии Все должности Я собрел Да, наверное, да Расскажи, пожалуйста Почему ты вообще В свое время Решил создать команду? Ну, как и все, наверное Я сначала играл В какой-то команде Естественно Было свое видение И игры И команды И как все это Должно устроиться И после этого Решил Создать свою команду У тебя В тебе есть Вот эти организаторские Способности Задатки руководителя Не знаю Я, наверное, их постепенно Открывал Да, то есть Я в них И, ну, не знал Что есть они у меня Нет То-то, ну, постоянно Какие-то ребята Уходили, да Из других команд Говорили Создавай-создавай То есть Подталкивали меня К этому Ну, и Наверное С помощью толчков Со стороны Да, я все-таки Пришел к этому Я вот не просто Так спросил Про задатки руководителя На предыдущую тренировку Ты забыл шорты Вообще часто С тобой такое случается? Нет Это, наверное, было первый раз Когда я взял Да, у меня шорт Вторую футболку Чем вообще Занимаешься в обычной жизни? Да, работаю Работаю Как и все, наверное Моя работа связана С продажами С продажами Строительных материалов История томеки Началась В 2014 году Правильно? Да Тогда вы заявились В 3-й дивизион В вашей группе По-моему, даже был Титан Да, да, да И Титан И даже меч Был в нашей группе Все они Мы за ними следили И сейчас до сих пор следим Потому что это интересно Как они развиваются Меч уже, к сожалению, Сейчас снялся Но следим до сих пор И они уже в премьер-лиге Есть к чему стремиться Тяжело было с ними тогда играть? Это уже было понятно Что это уровень, так скажем Чуть выше, чем в 3-й лиге Играть, конечно же Было со всеми тяжело Да, и первый сезон Ну, поскольку Первый сезон вообще был Такой без задач Без каких-либо Да, там Ну, серьезных Потому что Мы только начинали Только окунались Вот Собирали игроков Вообще не понимали Что нужно делать И к чему идти Да Просто играли в удовольствие свое Вот Ну и смотрели, естественно Такие команды, как Титан Да Ну, даже с ними Помнится Ничего сыграли Ну, это как достижение В своем роде Тогда это было для нас Очень большое достижение Вернемся к команде К Томеке Откуда такое название? Я вот честно Вбивал в интернете Искал Нашел только Эстонский футбольный клуб Одноименный Да, все правильно Ну, просто потому что Я родился именно в Эстонии В городе Тарту Да И это основной клуб Города Тарту Вот Ну, это название Наверное Ну, кто-то даже писал В источниках Вконтакте Да, то, что Это дуб Да, но на самом деле Это неправильно Да, дуб Это только слово там Ну, с двумя м Да, а сама Тамика Произошло от этого слова Да, и Просто, ну, название Как я уже подразумеваю То, что Ну, создалось из-за того То, что вокруг Посажены дубы И там постоянно Очень много желудей Вообще Вокруг стадиона Да, да И, наверное, поэтому Назвали Тамика Ну, и, соответственно Я взял это название Оттуда, да Чтобы какая-то частица Моего города Была рядом со мной Здесь Не пойми меня неправильно Но немножко странно Выбор названия Для футбольной команды Почему? Тубровника И, собственно говоря Ну, опять же Название Оно не склоняется Никак не переводится То есть Оно как есть Так и есть, да Ну, я посмотрел На название Барса Были в свое время Да, такие названия Атлантис То есть Ну, почему нет Почему не взять оттуда Из такой страны Которая Ну, кому-то даже И вообще неизвестна Ну, я больше про то Что есть в футбольном мире Термин дерево Ну, да И вот Мне кажется, что Особенно с вашими Нынешними результатами Это никак не Нельзя сопоставить Опять же повторюсь Это никак не переводится Ни дерево Ни еще как-либо Да Поэтому склонять Да, в эту сторону Ну, просто некорректно Изначально было две команды Томека и Томека-2 Они в один год появились? Нет, неправильно Сначала была одна команда Которую создавали Да, создал ее я Она прослужила Ну, проработала сезон Да, то есть Это был 14-15 сезон Мы поиграли Заняли Насколько я помню Даже себе выписал Чтобы точную информацию Заняли Мы заняли 16 место Среди 17 команд То есть это был Наверное, такой Ахтунг После этого Да, мы Уже эту команду Которая у нас была В третьей лиге Мы объединились С другой командой Да И параллельно Я создаю Как бы вторую команду Потому что Ну, почему-то Откуда-то появилось Очень много Людей Как бы известных Стал больше общаться В этом кругу И видел смысл И стимул То есть Одна команда Которая объединилась Она как бы Играла для себя Без каких-то задач А вторая команда Именно создавалась Под какие-то задачи И чтобы к чему-то Стремиться И что-то достигать У меня, конечно же Был записан вопрос Почему результаты Томекки 2 Были лучше, чем Томекки Ну, вот теперь Ты на него ответил Потому что Выглядело это Довольно странно Что же случилось С этим коллективом С Томеккой 2 Да все просто То есть Это уже Ну, мы проиграли Поиграли второй сезон Да Когда было две команды И когда мы закончили Да, мы заняли Ну, вторая команда Томекки заняла Заняла 14 место Среди 22 Да, команд Опять же Это был Плохой результат для нас Мы это понимали Да, то что Это не отображает Реальную картину Да, потому что Там и были очки сняты Ну, за определенные моменты И плюс Ну, расслабленность Была уже под конец Туров Да, потому что Понимали то, что Ну, ни на что Не претендуем Вот Ну, понимали, что Можем больше Да, и нужно было Уже принимать Какое-то решение Кардинальное Да И решили объединить То есть Та команда Которая Ну, играла для себя Ничего Ну, никаких целей Задачи не выполняла То есть Первая Томека Ее, в принципе Расформировали Да, ну Какую-то Какую-то часть игроков Там, может быть Пять игроков Осталось Да И объединили В одну команду То есть Уже с поставленными Целями Задачами Ну, и с Курсом Вперед Сложно ли было Вообще собрать Команды И, кстати Вот пока мы Еще не перешли К этому вопросу Что за события Были, за которые С вас сняли очки Да, это, наверное С этими Все сталкивались Рано или поздно Да Опять же Рекламент То есть Ну, это все Мы в процессе Узнавали Понимали Да, что К чему Да И, ну Оказалось так То, что За нас Был заявлен Игрок Который Имел Две фамилии Да Ну, одна фамилия Была не настоящая Другая была настоящая Вы об этом не знали Ты как руководитель Я как руководитель Этого, естественно Не знал Но пытался это сказать Но, опять же Незнание Не освобождает От ответственности Что, в принципе Мне и сказали Но это и правильно Да Потому что Ну, пункты Нужно Ну, LFL Тоже Знать Вот Ну, и после этого Мы получили Минус 7 очков То есть Ну, в принципе Мы не Ну, руки Не опустили Да Их не хватило Да Чтобы мы смогли Как бы дальше Да Продолжить И на что-то претендовать К сожалению Бывает и такое Вообще Сложно ли Собрать команду Заявить ее с нуля Это было сложно Да Но мы подходили Очень серьезно У нас даже был тренер То есть Даже было такое То есть Мы прошли через тренера То есть Начинали с тренером Мы тренировались На бесплатных полях То есть На школьных Да То есть Как сейчас помню Освещение было Очень слабое То есть Даже какие-то игроки Еще остались оттуда Да То есть Были на вот этих тренировках То есть Ну, их вообще По пальцам перечесть Да Это один из наших игроков Воротарь Да Алексей Виноградов Вот Он еще это время застал Он помнит Когда света было никакого И ничего не видно Ну Воротарю, наверное Вот как раз Это больше всего И нужно Чтобы был свет Как оказались В этом сезоне Во второй лиге Напрямую Я так понимаю Что вы не вышли Мы не вышли напрямую Да Потому что По регламенту Выходило Три команды Напрямую И четвертая Выходила Через Таковые игры Мы вышли С пятого места Ну, заняв 70 Ну, получили 70 очков Но поскольку Много команд Снялось Да Как со вторых лиг Так и с первых лиг Да И как бы По нарастающей Все начали двигаться Вперед Ну и мы получили Такой шанс Может быть Да Для себя То есть Ну, замечательно Мы им рады И естественно Мы им решили Воспользоваться И прошли во вторую Опять же Спасибо Тем командам Которые снялись Вот не знаю Может быть Открою для твоей команды Такую страшную тайну Но Ты мне говорил Что если вы не попадете Во вторую лигу То вообще Были разговоры О снятии Количество Да Тут Ну да Видишь Поскольку Мы с тобой Очень плотно Знакомы Ты Мне такой Каверный вопрос Решил задать Да мыслей Много На самом деле Было И Такие мысли Постоянно Постигают Когда в конце Сезона Ты к чему-то Идешь Ты чего-то Не достигаешь Тебя этот груз Как бы Ты это Несешь Особенно Я как Представитель Это тяжело Ну и в принципе Ну как бы Опять же Оговорюсь Ну хоть Я и представитель Один То есть Ну Су Ну Команды Да То есть Естественно Ну Все подстраиваются Под игры Ну то есть Это в любом случае Это командная игра Да Мы все подстраиваемся Под этот сезон Под игры То есть Сплочаемся И приходим на игры В любом состоянии Просто да И под конец сезона Когда мы уже понимали Что мы не достигаем Да Вот этой второй лиги Да Было очень тяжело Морально Да То есть Сколько это силы Было вложено Ну Да вообще Да И поэтому Ну уже как бы И в таких вот Беседах Да Ну я не знал Что ты Вот этот разговор Подтянешь Который я тебе говорил В сердцах Можно было услышать Все что угодно И даже вот такие слова Которые я тебе говорил Вот Поэтому нужна была Всегда какая-то перезагрузка Да И если бы мы не вышли Было вторую лигу Да То есть нужно было Что-то менять И что-то перезагружать Да Потому что Ну Значит мы что-то делали неправильно Да Значит нужно сделать так Чтобы ну В следующий раз Что-то получилось Вот Но тем не менее За прошлый сезон Команда сделала Качественный рывок Ты согласен с этим? Да Рывок был качественный Да Можно конечно же Довольствоваться этим Да Но можно было лучше То есть можно было лучше Можно было попасть в стройку То есть были потеряны очки Там где можно было их не терять То есть да То есть В принципе можно было Можно было лучше Да Когда там Ну Была одна команда Она была на голову выше всех Да То есть Ну второе-третье место Места Они были В принципе Досягаемы Досягаемы Вплоть до За пять За шесть туров Точно до конца чемпионата вот ты говорил что в конце сезона накапливается эта усталость удалось ли за недолгий перерыв отдохнуть как перри вообще было ли у тебя цель отдыхать от футбола да вот наверное вот тут надо на самом деле сказался матч первого тура до когда мы не собрались у нас сам на самом деле мы еще были в наверно в отдыхе да потому что все мы знаем что чемпионат заканчивается поздно данность не ошибаюсь в середине июля вот и то есть после этого мы естественно но отдыхали естественно попытались забыть но именно командный до игре ну и кремы собирали за именно там и к там футбол где-то еще мы играли до может быть во дворе да но именно был фэлл мы не думали то есть ждали ждали свою участи грубо говоря да и когда мы поняли что мы во второй лиге да мы даже не могли собраться на тренировку да то что просто приехать и потренироваться вместе сыграться посмотреть новых игроков то есть на это все не силы ничего как бы ну где-то стадион был занят то есть это все было против нас да то есть и мы грубо говоря вышли уже на первую игру без сыгранности без ничего и получили в ответ 0 5 если не ошибаюсь вообще чего ожидали от второй лиги и оправдались ли ваши ожидания ожидания реальность они совпали на сегодня прошло четыре тура чего ожидали ну мы в принципе не сыграли пока со второй лиги мы играем с командами которые прошли с нами из третьей лиги во вторую лигу да опять же поэтому ну сейчас судить по четырем играм нельзя то есть нужно сыграть с командами которые уже во второй лиге не первый сезон да там есть интересные команды да против которых можно и нужно играть и даже есть команды из первой лиги которые упали до во вторую лигу и они тоже я думаю очень сильны то есть после этих игр уже можно о чем-то говорить сейчас команда на ходу можете так сказать все-таки после поражения вот этого болезненного от одидации и 23 потом уже пошли три победы да это не было по болезненное выражение это было ну мы сами как бы виноваты в этом поражении потому что мы не подготовились к игре толком да и будет вторая игра мы сможем уже нормально подготовиться и сыграть но спустя четыре тура нельзя пока и ничего сказать да по поводу команды потому что опять же оговорюсь мы не играли важных матчей да я не скажу то что эти игры были проходные то есть они были не не были они легкими однозначно да потому что первый ну если посмотреть первый тайм и то есть все первые таймы как бы были на наравне и уже потом было уже во втором тайме к это преимущество вот один счет меня удивил больше всего 60 против макарена макарена очень добротный соперник очень хорошая крепкая команда до более чем на самом деле было вот или это просто не отображает не отображает не было легко на самом деле опять же первый тайм если не ошибаюсь в ничью помню а 2-0 закончился то есть не было большого преимущества и у макарена было 18 человек или 16 то есть это было два состава мы же играли без замен наша одна единственная замена подъехала к середине второго тайма то есть и то есть по сути без замен то есть по сути без замен и это может быть плюс сыграл нам на руку то что мы играли без замена опять же оговорюсь то что мы до этого были не сыграны то есть мы опять же смогли сыграться то есть не было постоянных замен да как иногда бывает и может сломать игру до возможно им эти замены помешали нам они наоборот у нас замен не было нам они наоборот помогли после каждого матча ты отписываешься в группе вконтакте и почти каждый твой обзор в этом сезоне заканчивается словами ищем свою игру это временный процесс или это команда будет в поисках на протяжении всего сезона что это вообще обозначает ну да наверное рано или поздно я перестану это писать когда я уже когда может быть мы сыграем первый круг и уже будет понятно да на каком месте сколько очков получили и тогда можно уже будет сказать нашли мы свою игру или нет ну сейчас естественно мы ну почему я так пишу я сразу скажу то что очень много моментов и реализация у нас не стопроцентно да ну как и наверное у всех команда ну наша реализация она в любом случае ну процентов 60 всего лишь да и поэтому как бы естественно хочется лучшего и зная что что впереди будут тяжелые игры да поэтому однозначно мы пока ищем свою игру если какие-то глобальные цели у команды томека то есть может быть там не на этот сезон а там через сезон или через два там оказаться в пример лиги в любом случае ну плохо да человек который не хочет стать капитаном да опять же то есть любом случае нужно к чему-то стремиться мы тоже к чему-то стремимся но опять же для этого нужны ресурсы нужны игроки и всегда как бы нужны новые игроки которые будут освежать да тот косяк который он есть да мы в этом сезоне получили естественно новых игроков да то есть освежение нашей команды до произошло надеемся на успешное как бы выступление да но пока как бы цели команды на этот сезон это попасть десятку не так амбициозно честно говоря я ожидал тебя больше я не могу сразу здесь все рассказать иначе туда сам понимаешь у нас будут настраиваться как на команду которая претендует на какие-то места правильно считать вас конкурентами конечно конечно конца нашего разговора хотелось бы затронуть такие были общие вопросы тяжело ли приходится организатору команды в любительском спорте все-таки это большая разница любительский профессиональный и что в этом в этой работе самое тяжелое да тут можно только вздохнуть на самом деле приходится тяжело да то есть это ну в первую очередь тут нужно понимание да и потребности ну и знать знания и понимание потребности каждого игрока да то есть что он именно хочет что он хочет вынести на поле что он как бы опять же нужно понимать что он может до показать на поле и ну и то есть вообще то есть знать о каждом игроке да и уже с этими знаниями да ты должен это воплотить в игру и воплотить то есть все это перенести на поле да и вот это все как бы ну грубо говоря лепится строится и воплощается, и что-то получается. Это уже такая больше тренерская деятельность, мне кажется, ты... Ну, возможно, да. То есть это можно называть так, это можно назвать как угодно, то есть это ЛФЛ. Мы пробуемся, стараем. Также в этом году изменения, которые касались в частности и второй лиги, это, соответственно, право выбора времени игры. Вот для вас это нововведение оказалось... Сыграло в лучшую сторону или же наоборот какие-то дискомфорты? Я думаю, в любом случае, это сыграло в лучшую сторону. Мы как бы на сегодняшний день воспользовались уже как бы два раза этим нововведением, то есть подстроили игру именно под себя. Ну, в любом случае, это плюс. То есть это уравнивает шансы, то есть нет теперь как бы безоговорочно там лидер может ставить только на утро и играть только утром, да. То есть в любом случае какое-то равенство есть. То есть это плюс. Также в этой передаче мы затронули такую интересную тему, как спор прогнозистов. Участвуешь ли ты в нем и вообще слышал или наблюдал? Да, а где он? Нет, я вообще в споре прогнозистов участвовал, только смотря про какой ты имеешь в виду. Ну, в каждом дивизионе. У каждого дивизиона есть своя группа, и там есть... Да, все понял. Да, я участвовал в прошлом сезоне, но это была сборная солянка, причем мы были в 3А, а я, по-моему, участвовал в 3Б, да. Но поскольку команды были перемешаны, я большинство команд знал, да, поэтому вскоре прогнозистов участвовал. Ну, по-моему, неудачно у меня там получилось, занял седьмое место. В общем, под конец мои все прогнозы, пух и прах, они рассыпались. Ну, нужно было рисковать уже, наверное. Да, наверное, нужно было рисковать, а уже была усталость на Коблин настолько, что уже, ну, прогнозы... На прогноз сил не хватало. Пока мы не подошли к концу нашего интервью, давай обратимся к турнирной таблице, к, соответственно, группе дивизиону 2А. И здесь уже, на твой взгляд, вырисовывается вот верхушка вот тот слой лидеров. Ну, да, безусловно, конечно, лидеры есть, да, но опять же скажу то, что на сегодняшний день, вот после четырех туров, ну, ближайшие, ну, все, например, 10 команд точно могут бороться за верхушку, да. Ну, основные лидеры, понятно, это классика, да, которая, как бы, ну, взяла себе игроков из первой лиги, видно, да, то, что они, ребята, укрепились, понятно, да, тут вопросов нет. Адидас, как бы, который занимается второе место, ну, команда из молодых игроков, как бы, ну, амбициозная, комбинирующая команда, ну, то есть здорово, да, молодцы. То есть, ну, в Эмпел они тоже хорошо прошли и в третьей лиге, да, там заняли, по-моему, третье место. То есть, ну, я думаю, как бы, ну, как раз с ними матч предстоит, ну, сильная, добротная команда, посмотрим, ну, что получится. Опять же, отмечу, в любом случае, помню, у тебя здесь написано, да, это Медик, да, Медик провалился из первой лиги как раз во вторую, но сейчас они идут на восьмом месте, если не ошибаюсь, и, ну, как бы, в любом случае, они за первую лигу будут бороться однозначно. Ну, Т-34, как бы, тоже сильная команда. Интера, да, которая по каким-то причинам, да, в первую лигу не пошла, осталась во второй лиге, то есть заняла второе место в прошлом сезоне, то есть, ну, в принципе, мощная команда однозначно. Ну, то есть, что говорить, да, там Мистерия, Литуаль, да, то есть, все это сильные команды, то есть, ну, нужно играть, смотреть, то есть, будет, я думаю, интересно, и борьба будет однозначно плотная. Томеку ждет интересный сезон. Однозначно. И вот, все-таки, хотелось бы задать и такой вопрос по поводу изменений в ЛПЛ, чтобы ты, может быть, сам бы порекомендовал, да, вот, и какой-то основной, да, нюанс, который тебе не нравится. То есть, допустим, вот, Дмитрий Булыкин, он говорил, что душ через дорогу, это, как бы, ну, неприемлемо. Может быть, у тебя тоже есть какие-то... Если честно, я про душ узнал вот буквально недавно, наверное, в прошлом сезоне, в конце, что он есть вообще, это здорово. Еще бы знать, как им воспользоваться, потому что иногда, на самом деле, душ, он, ну, некоторым ребятам необходим, он очень нужен. Ну, я думаю, мы этот вопрос тоже решим. Что бы хотелось нести? Ну, очень много, как бы, моментов уже было сказано, да, и очень хорошо то, что Лига идет навстречу, как бы, ну, командам, да, и уже какие-то, ну, возобновляются встречи, да, как бы, лидеров команд, да, вместе с Лигой, да. Ну, от себя, как бы, ну, я знаю точно, что этого не было сказано, и что я бы хотел бы внести, да, именно от себя, то это, ну, опять же, ответственность игроков перед самой командой, да, то есть у команды перед Лигой есть ответственность. Ну, опять же, мы знаем эту ответственность в плане финансовых и так далее, да, вариантов. И так же я хочу, чтобы, ну, было учтено финансовая ответственность игроков перед командой, да, то есть чтобы команда не держала у себя игрока, который, ну, просто должен, да, а могла отзаявить его, да, и этот игрок был должен, да, например, и погасил бы свой долг, и только тогда смог бы играть, а не, ну, грубо говоря, держал бы я его в команде у себя только до того момента, пока он не погасит долг, да. То есть, ну, то есть, ну, что-то вот в этом русле, если бы это было как-то учтено, то было вообще здорово, то, что держать лишних игроков нет возможности, да, заявка ограничена, это 25 человек, да, а получается, что, ну, по сути, реально играющих 15 человек, да, и там, образно говоря, 10 человек – это баланс, которые там по каким-то иным причинам должны команде, и я их не могу отзаявить, потому что они, ну, просто не заплатили, не рассчитались. Вот, когда это произойдет, неизвестно, а мы же, в свою очередь, должны заплатить. Ну, поэтому… Очень интересный, кстати… Этот момент, да, я бы хотел, чтобы, ну, он не был нигде сказан, да, и я для себя очень долго думал, что для меня именно важно, для нашей команды, ну, для меня, как для представителя, и, в принципе, для меня это, ну, такой момент. Вот так. Очень интересный взгляд с другой совершенно стороны. Именно, да. У нас в студии был Денис Кравченко. Большое спасибо, Денис, за то, что ты приехал. А мы продолжим нашу передачу вместе с Максимом Киселевым. Спасибо. Очень живо мы обсудили второй А-дивизион, и, конечно же, мы не можем остаться, точнее, оставить неудел брата-близнеца, и второй Б-дивизион также в нашей оценке подвергнется. Наверное, начнем сразу же с турнирной таблицы и покажем ее нашим телезрителям. Здесь на этот раз уже Портер СВ забрал пальму лидерства и удерживает ее в своих руках. Максим, ну, ты с Портером, я думаю, что знаком, что с одной командой, что с другой, и очень даже хорошо. Вот на твой взгляд, это закономерно, это ожидаемо, то, что Портер будет и правда бороться за выход из дивизиона. Да, не понаслышке, и даже более того, сыграл против Портера за Атлетику, которая выступает также в дивизионе 2Б. Мы проиграли Портеру. Ты так говоришь, как будто бы это совершенно очевидно. Ну, судя по турнирной таблице, Портер первое место занимает и выглядит очень и очень убедительно. Думаю, что виной тому участие в команде, как футболиста Максима Ковальчака и других опытных игроков, которые выступали, причем не один год, в премьер-лиге. Например, Роман Гаранин. Роман Гаранин, да, который весь матч играл, очень успешно играл столба и забивал, и отдавал. А ты, кстати, не в защите играешь? Как против Романа действовать? Или, может быть, твои партнеры что-то сказали после матча по этому форварду? Ну, я играю в опорной зоне. Ну, конечно, ребятам я говорил, как Роман играет, что он принимает буквально все мячи, что надо стремиться ему это не давать. Но у нас не очень-то это и вышло. Ну, и не только у нас, кстати, потому что Портер три матча выиграл и всего-навсего один сыграл в ничью, лидирует с десятью очками. Команда очень хорошая. Кроме Гаранина, там можно и других футболистов отметить, и Короткова, и Архангельского, и других ребят, которые за Портер выступали и за другие команды премьер-лиги. Ну, конечно, основной, самый весомый вклад, мне кажется, это, конечно, Максим Сергеевич Ковальчук, который и играющий тренер, и руководитель, и... И тебе против него приходилось непосредственно действовать на поле. Да, и было очень и очень сложно, я думаю, всем футболистам, кто ему противостоял. Ну, очень организованная команда, здорово играют в пас, каждый знает, что делать, каждый выполняет тактические вот эти вот какие-то установки, которые Максим делает. И это дает результат. Что ж, первое место Портера, ну, вася, промежуточное первое место, вполне заслуженное. Так же, наверное, как и вторая позиция команды Дмитрия Булыкина, команда Феникс-9. Здесь три матча, три победы, и больше всего тебя в этом порадовало или, может быть, расстроило, так как ты тоже в этом дивизионе играешь. Это разница забитых и пропущенных мячей, я так понимаю. Да, команда первый тур пропустила, видимо, там какие-то организационные были моменты, собирались они. Ну, главный тренер этой команды Дмитрий Булыкин, и, как я понял, там молодой очень коллектив, причем, как я увидел в матчах, очень и очень сыгранный. Действительно, три победы, и что касается разницы, то, ну, не так, конечно, как у Успенского в первой лиге, но где-то примерно что-то похожее. 25-6. Ну, интересно, есть ли в команде Феникс-9 форварда равного типа? Думаю, что должен быть, который непосредственно, да, уроки перенимает у руководителя, у тренера. Я думаю, что рассказал ему хитрости, как Дмитрий в своем интервью сказал, да, я думаю, что я этими хитростями уже поделился. Ну, вот один из счетов, конечно, со Сфинксом, 16-3, это, конечно, выдающийся результат. Ну, обычно в таких случаях думаешь, что команда соперники не собрался, либо еще какие-то... Специально уточнял, был ли Сфинкс восьмером, оказывается, был, и были замены, но вот 16-3. Как собрались, не собрались, но счет говорит сам за себя, Сфинкс крепкая команда, насколько я знаю. И, ну, Феникс 9, да, вот они в последнем туре играли с Турбиной, которая выступала в первом дивизионе два сезона назад. И, проигрывая 1-2, в конце смогли забить три мяча. Очень подвижная такая команда, хорошая. Я думаю, что их лидерство заслужено, их второе место. После трех туров, кстати, они на матч меньше сыграли. То есть, по потерянным очкам они вообще лидируют в дивизионе. Были ли какие-то результаты, которые тебя удивили? Например, поражение в эссайд-2. Да, мы эту команду уже сегодня вспоминали. Мы уже обмусолили, да, ее. Эту тему. Эту тему, да, снова привет в эссайду-2. Ждем обязательно представителя в студии в следующих передачах. Ну, в эссайд-2 очень здорово начал. Но, действительно, выиграл три поединка. У Турбина 1-0, у Ктеначи 5-1. И обыграли Феникс Раменьки. Очень, кстати, хорошую команду. Обыграли со счетом 4-0. Возглавили турнирную таблицу. И в последнем туре действительно неожиданно уступили сфинксу. Хотя, честно говоря, некоторые... Вот мы затронули тему битвы прогнозистов. И я видел, что в прогнозах были ребята, которые ставили на то, что в эссайд-2 допустят осечку. В частности, вот... Не может быть так хорошо. Роман Матохин из команды Ватутина делал ставку на то, что будет осечка. Вот это я точно помню. И были еще ребята, которые ставили на скиф. Ну, я скиф команду очень давно знаю. А что, вот, Максим, извини, пожалуйста. А это чутье или действительно эти вот ребята, которые поставили, так скажем, на осечку в эссайд-2, они что-то знают? Что-то какую-то подноготную, может быть? Или это вот действительно какое-то чутье? Я думаю, что в большей мере это чутье. Ну, и, конечно, вот такой анализ. Потому что ребята серьезно очень следят за турнирами. И анализируют все, вообще знают все новости, там, все, что происходит в командах. Там все живут, буквально живут этим футболом. Это очень приятно. И, ну, знали, наверное, что соберется скиф на эту игру. А там команда очень опытная. Они и в высшей лиге вообще играли. И в первом дивизионе очень долго выступали. Ну, тогда по другим названиям. Да, они были и скиф Инта. И скиф просто... Сейчас они скифы, если быть точным. У них вот во множественной числе в этом сезоне. Ну, когда эта команда собирается, то это очень крепкий коллектив. И, видимо, может быть, какой-то инсайд был, что они соберутся хорошо на лидера. Ну, и, наверное, конечно, мотивация. То, что играли с первым местом и хотели показать, что и они не лыком шиты. Тем более, что у скифов не было побед до этого матча. Тяжелый старт сезона. И нужно было доказывать, в первую очередь, наверное, самим себе, что мы способны здесь бороться. И если обыграли лидеров, тогда можно, в общем-то, и за первую строчку побороться по ходу чемпионата. Думаю, что вполне. Что скажешь о своей любимой команде, об Атлетике? Насколько ты доволен или разочарован стартом сезона? Ну, старт у нас вообще удался на славу. Мы выиграли первые два матча. Хотя мы у Ники выиграли вообще на последних секундах. Вели 4-1, потом они сравняли. Заслуживали они, на самом деле, очков. И у нас Александр Ковригин сумасшедшим ударом на последней добавленной секунде эту победу вырвал. Потом мы обыграли, кстати, лидера. Его тоже можно отметить. Это команда Ватутина. На 4-м месте они находятся. Но по регламенту тоже 4-е место будут стыковые матчи играть за то, чтобы попасть в первую дивизион. И также у Ватутина только одно поражение именно от Атлетики. Да, совершенно верно. Там была такая интересная игра. Такая настоящая битва. Мы смогли в один мяч обыграть. 2-1. Ну, готовились очень к этой игре, настраивались. Потому что, ну, многих ребят знаем, дружим. Поэтому особый подтекст был у этого матча. А после этого у нас как оборвало. Два поражения. Но поражение от очень хороших команд. Это Портер СВ, который лидирует, о котором мы уже много сказали. Ну и команде Веер. Это легендарное западное дерби. Я не побоюсь этих громких слов. Потому что Веер там еще со времен Сарая Гороха играет в ЛФЛ. И мы тоже. В общем, там, хотели мы салюты там сделать. И целый праздник с Веером. Ну, смеялись, шутили, вспоминали. В общем, команда у них действительно очень хорошая. Совсем недавно еще эти ребята играли в первой дивизионе. И даже в премьер-лиге. И, ну, они заслуженно нас обыграли 4-2. Поэтому мы пока что в середине таблицы не сильно расстроен. Потому что впереди еще много и много игр. Я думаю, что занимаем свое место пока. А там будем стараться бороться, подняться выше. Задачу, как бы мои ребята не отнекивались, как бы не отбрыкивались. Но я задачу ставлю все равно зацепиться за тройку, за четверку. Попробовать все-таки побороться за выход в первый дивизион. Потому что он любимый и родной. И куда ж мы без него. Вот если заглянуть вниз турнирной таблицы, там Ника и Катран. Насколько ты думаешь, это уже такое клеймо на этих командах, что они аутсайдеры? Или все еще вполне поправимо? Ну, в первую очередь о Нике я скажу, потому что упоминал уже эту команду. Честно говоря, мы просто на последней секунде вырвали у них победу. При том, что они во втором тайме полностью доминировали. Мы 4-2 выиграли после первой половины. Они забили нам два мяча и заслуживали как минимум одного очка. Хорошая подвижная команда, играют в пас. И, кстати, Ника сыграла в ничью с Портером. СВ, который на первом месте. Что случилось там творится? Отыграв три мяча. Да, очень интересный дивизион. Мы все очень рады, что играем в нем. Отыграли три мяча против первого места, против лидера. Поэтому я думаю, что касается Ники, то это временное местонахождение. Я думаю, что с такой игрой команда обязательно поднимется в турнир на таблице. Что по Катрану, там проблемы есть. Я знаю, что организационные у этой команды. Дмитрий Турчин, по-моему. Дмитрий Турчин является руководителем этого коллектива. В первой лиге в прошлом году выступали. Но тоже были трудности. Со сбором я знаю, у них были кое-какие проблемы. Ну, знаю, что они выступают просто еще 5 на 5, играют мини-футбол. Причем знаю, что выступают очень и очень успешно. Выигрывают и там добиваются результатов. Полагаю, что где-то не хватает на два фронта играть. Поэтому в первой лиге я знаю, что Дмитрий сейчас ищет какие-то варианты, чтобы организационно как-то команду укрепить. Может быть, каких-то еще людей в руководство привлечь. И думаю, что... Вообще, может быть, даже с кем-то объединиться. Да, и что будут, скорее всего, по этой команде будут какие-то изменения. Ну, все будет от этого зависеть. Если смогут кого-то подключить, то шансы будут. Если нет, ну, трудновато ребятам будет. Но будем надеяться, что все-таки у них это получится. Ну, вот такими просто кудряшками закручивается сюжет во втором B-дивизионе. Очень интересно наблюдать за командами, за результатами. И иногда, даже заходя на форум, да, какие-то результаты из вторых, третьих лиг, они вызывают намного более серьезное обсуждение, чем нежели там результаты премьер-лиги. Вот, поэтому за этим будем следить. Ну, а на этом, пожалуй, наш хронометраж передачи заканчивается, подходит к концу. И прежде чем попрощаться, мы приготовили для вас еще одно задание. Дорогие друзья, нам бы хотелось о следующем вас попросить. Ну, как известно, многие команды снимают свои матчи, свои поединки. Кто-то планшеты приносит, кто-то на мобильные телефоны снимает какие-то, может быть, интересные эпизоды или какие-то, допустим, решающие моменты игры. Мы решили объявить рубрику «Лучшие голы ЛФЛ». Поэтому, если вам удалось записать какие-то интересные, красивые голы своей команды, то присылайте нам их на свою почту, а мы с коллегами будем определять лучшие голы. А может быть, запустим голосование. Какой-то финальной части определения, да. Может быть, выберем 10 лучших и запустим голосование. Уже тогда вы сами будете оценивать своих коллег, своих партнеров. И мы уже покажем вот этот хит-парад. Присылайте нам лучшие голы на электронную почту golsobaka.lfl.ru. Сейчас вы можете на экранах увидеть эту электронную почту. Она очень простая. Мы с удовольствием обработаем все эти забитые мячи, выделим какие-то из них. И вы, друзья, голосованием определите, какие из них являются самыми и самыми красивыми. В конце передачи мы традиционно анонсируем трансляцию. Тот матч, который предоставим вашему вниманию. На этой неделе выбор может кому-то показаться странным. Но, с другой стороны, я уверен, что эти две команды просто заслужили, чтобы их показали. Речь идет о противостоянии между Веером и Космосом. Судите сами. Веер на старте чемпионата выглядит очень неплохо. Они обыграли КПРФ. А Космос – одна из немногих команд, которая смогла остановить техносилу, сыграв с теми в какую-то головокружительную ничью 4-4. Поэтому в воскресенье в 10.50 мы ждем вас около экранов, а вечером уже непосредственно на стадионе. На этом все. Наша передача подошла к концу. Мы говорим вам до свидания. До встречи на туре. Большое спасибо, друзья. Увидимся. Не ждите меня на работе Убойтесь Работы такой халтуры Меня не ищите на пляже Ага В объятиях в лодиночке даже Ага Я буду сегодня на туре На туре, в на туре, в на туре На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это на туре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня вы отыщите тут же Гоняющий круг мы по пути На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это на туре